Желание избавиться от лишнего веса заставляет пробовать самые разные диеты. Но многие из них, а особенно те, что обещают быстрое похудение, способны нанести серьезный вред здоровью. Не нужно морить себя голодом, чтобы распрощаться с лишними килограммами. Достаточно придерживаться принципов правильного питания. Конечно, вес в этом случае не снизится быстро, но похудение пройдет без вреда, принесет организму пользу и изменит отношение к еде в целом. Рациональное питание возмещает наши энергозатраты, обогащает нас микроэлементами, витаминами, необходимыми белками, жирами, углеводами. Все, что нам необходимо для нормальной жизни, жизнедеятельности нашего организма. Многие думают, что главное в рациональном питании считать калории. А пропорции БЖУ, белков, жиров и углеводов не играют большой роли. Но с возрастом, несмотря на все наши старания, скорость обменных процессов и процент усвоения пищи снижаются. Важно не только, сколько мы едим, но и что мы едим. Именно поэтому необходимо считать как калораж, так и БЖУ. Белки – это строительный материал. Жиры – это наша энергия и питание нашей гормональной системы. Ну и углеводы – это вообще энергия полностью наша. Если мы неправильно будем питаться, то есть несбалансированно, нерационально, как раз о том, что я говорила, рациональное питание. Допустим, как на некоторых диетах есть, да, белковая диета, когда исключаются полностью жиры, исключаются полностью углеводы, и мы питаемся только белками, это очень серьезный удар по организму, и можно нанести себе не пользу, а очень серьезный вред. Поэтому мы должны рационально по количеству белков, жиров и углеводов получать именно столько, сколько нам необходимо. Поэтому и считаем, что нам необходимо, когда мы тренируемся, когда мы не занимаемся спортом. Если калорийность питания будет выше, чем энергозатраты организма в течение дня, то вес неизменно будет расти. Для здорового похудения необходимо использовать уже имеющиеся запасы жира, и наиболее эффективным способом для этого станет уменьшение количества калорий и повышение уровня активности. Вообще 80% результата от питания, а не от спорта. Но спорт нам нужен для чего? Движение – это жизнь. А раз движение – это жизнь, чем больше мы двигаемся, тем мы лучше выглядим, тем более подтянуты наши мышцы, тем лучше наш обмен веществ. То есть вот часто задают, можно ли ускорить обмен веществ. Можно. Вот тут как раз занимаюсь спортом, ну и, естественно, корректирую питание. Еще несколько лет назад для всех худеющих существовало главное правило – не есть после 6 и ложиться спать не позднее 9-10 часов вечера. Но в современном мире такой режим удается соблюдать не каждому. Поэтому время ужина сдвигается в зависимости от привычек человека. Но последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2-3 часа до сна. И если мы в 6 часов поели, а в 12 часов спать легли, у нас получается 6 часов перерыв между приемами пищи, это неправильно. Поэтому вот если режим такого плана – в 12 спать ложиться, значит, в 10 часов должен быть перекус. Перекус не какой-нибудь там яблочко или еще что-то. Это может быть йогурт, это может быть кефир, это может быть творог, это может быть белок яйца. Кстати, по поводу белка яйца. Если кто-то хочет похудеть, для того, чтобы калорийность рациона снизить и улучшить обмен веществ в ночное время – это самый лучший продукт. Если мы съедаем белок яйца и укладываемся спать, почему белок требует на свое расщепление большого количества энергии? Как раз то, что нам нужно. Многие в стремлении быстро избавиться от лишнего веса прибегают к жестким экспресс-диетам, которые не только вредят здоровью, но и приводят к совершенно обратному результату. Два с половиной, три килограмма – это в пределах 500-600 граммов в неделю. Это вот без вреда для здоровья. И не только без вреда для здоровья, но и не приведут потом потерянные килограммы назад своих друзей. Когда мы теряем больше, мы начинаем… Организм начинает замедлять обмен веществ, и уже все остальное, то, что начинает появляться, оно на боках опять ослаивается. Специалисты рекомендуют есть 5-6 раз в день небольшими порциями. Большие перерывы между приемами пищи замедляют обмен веществ. Объем порции для каждого человека индивидуален и зависит от многих факторов, но он не должен быть больше двух кулачков. О том, какие продукты нужно полностью исключить, перейдя на правильное питание, расскажем в следующем выпуске программы «Жить легко». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова